Всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Ситроян Вояж. Мы находимся на фестивале Вэнлайф русские дороги на Истринском водохранилище, пансионат Высотка. Сейчас у нас на обзоре будет форт 350. Очень интересная модель, сделанная с любовью. Что-то выдавало русского разведчика. Скорее всего здесь находится лебедка, вот к ней идут провода, мне так кажется, но прикрыта она резиновой клавиатой. Большой хороший автомобиль. У меня был уже летом такой на обзоре белого цвета, если кто помнит. Ну вот этот вот красненький. Вот эта вот береза, которая здесь лежала, я ее фактически не заметил, перескочил и встал здесь на парковочку. Сейчас познакомимся с владельцем. Добрый день! Представьтесь на камеру. Виталий, владелец из Москвы. Владелец данного автобуса. Сколько лет он уже во владении? Два с половиной года я занимаюсь этим проектом. Этим проектом, да. Не просто, но потихоньку движемся. Куда-то уже успели съездить? Да. До Баренцева доехали, до Крыма доехали. Я обратил внимание на номера Великая Отечественная война. Мой первый номер достался от предыдущего владельца, да? Да. Какой номер был? Симпатичный. Я его оставил. Была возможность, да. Ну, хорошо. Помимо того, что она полноприводная, помимо того, что я так понимаю, что у нее подъемная крыша, что-то еще вот? Ну, скорее всего, вот под резиновым ковриком в бампере переднем скрывается лебедка. Да? Да. Да. Прячется. Лебедка скрывается, да. Посчитал, подумал, решил поставить 15-тысячный. Угу. Удалось уже воспользоваться? Удалось. Удалось, спокойно, хорошо тянет. Вот проблем не было. Угу. Бампер не штатный или штатный? Бампер штатный. Пока. Пока. Планируется усиленный рифовский. Ну, или что-то самодельное. Я думаю, придется что-то самодельное, потому что нет в продаже для него. Под эту модель нет. Да, особо ничего. А что с колесами? Какие здесь? Я знаю, в принципе. 315. Ага. Вот на 17-й радиус. Угу. В принципе, обычные. Пятые. По трассе не слишком они шумные? Шумноватые? Шумноватые, но у меня пользовался как-то прокомпом 35-м МТН. Ну, вот они шумные. А эти более-менее. Так. Ну, покажете внутри? Да, пожалуйста. Ага. Это все самодельное? Это все самодельное. Материал? Материал фанера. Наклеили пластик. О, я смотрю. Альков, но он сзади. Да? Он сзади, да. Использую спальное место багажного отсека. Ага. В принципе, когда мы едем, это багаж там лежит. Все. А когда остановились, потому что все спальные вещи оттуда убираем, и он освобождается. Ага. Так. Вебаста, я смотрю, стоит какая здесь? Здесь фен стоит. Дизельный. Бензиновый? Вебаста, да. Вот он, вот этот. Это именно Вебаста, да? Да, Вебаста. Вебаста. А по документам она сколько местных считается? Шести. Шести? Ну, этот вариант шести, потому что изначально это был автобус категории D. Ага. Предыдущие владельцы его перевели в категорию B и сделали шестиместный. Шестиместный, да. Никакой ступеньки дополнительной, там электрической пока? Пока нет, потому что все это... В процессе. Проект, да, не быстрый. В процессе. Хорошо. Значит, на борту есть газ, как я понимаю, да? Да, есть. Я просто вытаскиваю, когда мне нужно, на улицу. Да. Если погода плохая. Можно туда поставить. И все там. А туалет био? Туалет био, выносный, да. Да? Вот в такой вот кабинке. Да. Он же душ. Он же душ. Можно использовать как угодно. Быстро устанавливаемая, с зонтичной системой. Да, да. Достаточно. Хорошо, удобно. А по крыше? Да. Что можете сказать? По крыше могу сказать. Ну, подъемная часть, когда поднимается, там спальное место достаточно приятное. Для двоичных. Один взрослый и вот с ребенком я спокойно там. Ну, либо двое детей. Либо двое детей спокойно там поместится. Да. Будет багажник с корзиной. Поставлю маркизу. Все это. Велобагажник назад. Я хочу мото. Мотобагажник. Но это тогда, да, целая калитка будет, рампа. Все в таких больших проектах. Могу поднять, если... Давайте, будет интересно. Электрическая. Да, да. Ага. Ага. Пока поднимается крыша, спрошу ребят. Ребят, вам нравится эта машина? Да. Ну, и куда вы уже ездили на ней? На Белое море, в Крым, на Жовское море. Ну, то есть всю страну от юга до севера проехали? Ну, да. Отлично. Ага. Там света нет никакого? Ну, нет. А вот эту вот лампочку не получится включить? Получится. Хоть чуть-чуть. Ага. Вот так вот. Посмотрим, как здесь все. Ну, это когда можно, в принципе, стоять. Можно сейчас опустить. Вот таким образом, да? Вот. 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 Можете туда. Ну, да, вполне здесь можно двое бесплатить. Очень интересно. Не спрашиваю, как бы, за сколько обошлась машина, а сколько было вложено в этот проект уже вами на переделку? Ну, порядок хотя бы цен. До миллиона больше? Ну, наверное, все-таки миллион есть. Миллион. Наверное, все-таки есть. Миллион. А когда время растягивается, это не так чувствуется? Да. Потихоньку, помалинку. Да, потихоньку, почечку. Как это говорится, курочка по зернышку клюет. Да. Ну, а какие планы, что хотите еще переделать, что доделать, что здесь вот планы ближайших? Переделать ничего не хочу. Хочу сделать задний бампер с калиткой, с боксом, с мото, чтобы можно было мотоцикл поставить, перевозить. Багажник на крышу сделать, чтобы свет. Вот на подъемную крышу сверху багажник? Нет, не на подъемную, но именно по бокам. Ага. Вот. Потому что сзади есть место для корзины. Вот. И на подъемную крышу хочу поставить солнечный панель. Угу. Сейчас здесь электричество просто от генератора? Здесь два аккумулятора поставлены. От штатного генератора? Да, от штатного генератора. Пока пользуемся. А с водой что? С водой. Сколько на борту воды? 20 литров? На борту 40 литров в отдельных канистрах. Понятно. Сколько положишь, столько и будет. Да, да, да. В принципе, вода идет. А, значит, помпа погружная, а кран с кнопочкой? Кран, да, встроенный там. Микрик? Регулировочный. Горячей воды нет пока? Нет. В планах? Пока. Возможно. Возможно. Я пока вот так далеко я не заходил в своих планах. Понятно. Есть более насыщенные. А крыши держат ветровую нагрузку? Или приходится, может быть, какие-то дополнительные подпорки? Я сделал, на всякий пожарный сделал. Изнутри подпорки, да? Да, изнутри. Вот. Подстраховаться. Так спокойнее. А машина на газу. Сколько приблизительно расход газа получается на 100 километров? Ну, при моторе 5,8 где-то 25 литров. Крейсерская скорость сколько? 100-110. 100-110. Это вот, скажем так, минимальный расход и комфортная езда. Ну, в принципе, да. Спокойно идёт. И обгоны совершаем спокойно. Теоретически, брод какой глубины готово преодолеть без проблем? Полметра? Больше? Ну, вот шнорхеля нет. Забор воздуха идёт на уровне груди. Ну, где-то полметра, я думаю, можно. Ага. Спокойно. Даже больше. Зимой не пробовали эксплуатировать? Зимой нет. Я только этим летом поставил фен. Ага. Поэтому пока... Пока. Первая зима будет. Сделали выезд, да, попробовать. Работает. Сегодня ночью включали. Всё отлично. Всё хорошо, тепло. Хорошо. Какие в планах ближайшие поездки? Что уже проехали? Что? Ну, доезжали до Рыбачьего. Так. До Рыбачьего? Не проехали на Рыбачьей? На Рыбачьей проезжали. Да. Вот. На Белое море заехали. В общем, погода нас не обрадовала. С супругой посовещались. И поехали в Крыму. И уехали в сторону Крыма, да. Ну, на остановках у нас позволяет разложиться, переночевать. Не жарко в машине, вот если в Крыму, летом? Не жарко, когда мы двигаемся, есть кондиционер, он работает. Не замечали. Машина дополнительно чем-то утеплена, вот скажем так, под обшивкой? Шума, вибро, изоляция. Тепла никакого? Тепла в принципе нет. На эту зиму есть какие-то? На эту зиму пока нет. А на следующее лето? На следующее лето. Турция, Грузия. Хотели этим летом поехать в Грузию, но что-то не срослось. Вот. Хотя очень хочу. Да. Очень хочу посетить и Грузию, съездить и в Турцию. Слежу за ребятами, которые ездят. Очень хочется. Может быть что-то пожелаете подписчикам канала? Подписчикам. Отдыхайте. Всего самого хорошего. Просто всего самого хорошего. Отдыхайте и делайте все для того, чтобы доставлять удовольствие себе и другим. Ребята, да. И мы с вами пожелаем владельцу этого автодома завершить свой проект, удачно на нем попутешествовать, съездить в все места, куда он планирует, получить массу новых впечатлений и вообще насладиться процессом жизни. Спасибо большое. Да. И вам. Ну, Peugeot Citroёn Ducato низкий, короткий. Это первая высота и первая длина. Кому интересно, будет еще много обзоров сегодняшней площадки. Подписывайтесь на канал, ставьте соответствующие пальцы вверх-вниз там, кому куда нравится. И всем пока. Поехали. 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 Пока. Поехали. Поехали. Или или olha и градусов. Поехали. 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 koordin